Здравствуйте, друзья! Мы объявляли конкурс на частушку, которая будет посвящена факту частичной утраты телефона Натальи с последующим возвращением Apple целого аппарата, но по факту частушка не обязаны быть об этом. Частушка должна начинаться с двух строчек, которые мы даем. Это потеряла карточка моя, карточка кредитная. Вот это начало. А дальше уже вот это единственное было условие. И перед тем, как Наталья перейдет к определению победителя, я хочу сказать, что вот я рассказывал там анекдот о том, что что такое частушка и вот говорят это когда состоит она из двух частей, которые связаны рифмой, но не обязательно связаны по смыслу. У нас многие написали такие частушки, которые наоборот, которые связаны смыслом, но не связаны рифмой. Вот такие у нас были интересные произведения. И, Наташ, давай. Ну так интересно, конечно. Мы сказали, выключили камеру. Михаил сказал, здравствуйте, друзья. Как бы я даже не успела здравствуйте, друзья сказать. Можно я подробно? Боже, 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 давай. Да. Здравствуйте, друзья. Я, во-первых, я хочу извиниться за то, что мы немножко дилей. Затянули. Затянули вот этот процесс, потому что, конечно, хотели его сделать пораньше. И я даже кому-то обещала, что это будет в понедельник, то есть вчера. Но вчера был экзамен. Если ты начала каяться, то я тогда тоже, я хочу извиниться, что не при галстуке. Ну, я не каялась, я как бы просто... Ну, ты как говоришь, вот я там теперь виновата. И здравствуйте всем, всем друзьям и мальчикам и девочкам. Да. Я выбрала здесь 8 частушек. Покажи, покажи, просто не свое, покажи. Это мы распечатали и с тейпом. На мой взгляд, они такие были интересные. Конечно, интересных частушек очень много, и выбрать очень тяжело. Поэтому, конечно, чьи частушки мы не выбрали, это не значит, что они были плохими. Нет. Просто все, все частушки нам не зачитать. Я хочу сказать, даже те, которые выбрали, не обязательно были хорошими. Ну, вас понравились. Ну, наверное, в мире нашей испорченности, наверное, да? Да. 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 Вот. И... Тебе студенты помогали, да, наши? Вы не хотите зачитать? У вас, наверное, лучше получится. Студенты помогали тебе выбирать частушки? Ну, да. Помогали. То есть, первый список, он из 10 тут, значит, он... Не студенты, а мои подписчики помогали. А, подписчики помогали. Понял, понял. Я понял. Один подписчик помогал. Баев? Да. А, это активист. Баев, спасибо вам. Он мне помог здесь, как бы... Ну, что, давай начнем издалека, может быть, тут не все победители. Ну, мы уже, в принципе, выбрали... Вот, например, тут есть... Нет, давай с первого. С первого? С первого, так вот, и да. А кто победитель у нас? Нет, вот это первое. Второе, третье. Вот первое, правильно? Какой правильный? Вот первый. Вот первый. Вот этот, по-моему, по-моему, да? Давайте, вот этот первый, второй, третий. Победитель где? Вот этот, я понял. Ну, вот тут был такой, значит, агент, 868-й, пишет. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная, было с помощью твоей желания очевидно. Видимо, имеется в виду желание, чтобы она покрыла телефон своей страховкой, ремонтировать айфон по случаю разбитый, но мне новый подарил, Apple знаменитый. Ну, такая, значит, дальше у нас... Тут какое-то было с почти неприличным словом. Которое, она говорит, что оно местами прилично. Ну, можно зачитать, потому что там внизу, как бы, сказано... Я бы сказал, что какое-то, оно двойного смысла, вот это вот. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная, оставляешь без штанов, сука, ненасытная. И внизу написано, сука, жена кобеля. Жена кобеля, литературное слово. То есть, у этого мужика, ну, не конкретно Андрей, который написал, а так, образ, значит, этот лирический герой, у него есть отношения с чужой женой, который сам по себе еще и кобель. Почему? Потому что он жену называет, сука, и... Какой жену? Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная, оставляешь без штанов, сука, ненасытная. То есть, какая-то женщина, он на нее тратится с этой карточки. Я это так понял. Ну, карточка сама же не может, деньги-то потратили. Елена М. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная, у портного научусь, станет безлимитная. Это, надо сказать, глубокое понимание жизни проявляется. И я хочу сказать, что даже и в смысле ритма, и в смысле, как сказать, рифмы, неплохо, очень неплохо. Елена М. молодец, я считаю. Так, Валентина Америка. Валентина Америка пишет. Ах ты, карточка моя, карточка кредитная, надоело жить в шелках, сменю на депозитную. Ну, я знаю, а можно родину сменить, там, на какую-нибудь. Ну, что, карточку кредитную сменю на депозитную. На депозитную. Хорошо. Значит, дальше мы идем. Нет, ну так начнешь менять, знаешь, что, с галстука начнешь, а кончишь родину. Индира Амирова пишет. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная, стала я с тобой теперь, дамой дальновидною. Каким образом карточка делает даму дальновидной, это очень комфортно. Ну, конечно, а что же, я была очень дальновидная, потому что я платила через кредитную карту и надеялась, что она мне покроет когда-нибудь мой телефон. Я-то имел в виду в прямом, дай женщине кредит, знаешь, она будет дальновидна. Ну, вы неправильно поняли. Научила экономить, денежки родимые, преимущества дала, все необходимые. Ну, это хорошо, правда. Ну, в рифму складно. Ну, почему ты вот это не хотите? А, Михаил Самец. Да. Ах ты, карточка моя, карточка кредитная. Верит каждый эмигрант в счастье безлимитное. Хорошо. Он у нас, Михаил у нас в тройке потенциальных, так сказать, кандидатов на приз, потому что она как-то эмигрантская тема проходит, тема счастья, добра побеждающего зла. Тебе вот эту и вот эту, а потом... Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. Загубила ты меня, стала безлимитную. Это Миша Куминко. Миша Куминко. Таня Дудчук пишет. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. Тут большая вещь. Выгляжу с тобою я очень колоритная. Хорошо. Ты хорошая моя, за айфон в ответе. Заполнял я полдня документы эти. Это стихотворное изложение твоей истории. Только все это зазря. Время я потратила. Обратилась в Эппл я, день к ней истратила. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. Нет подруги у меня, лучше, чем магнитная. Мне очень нравится. Мне тоже очень нравится. Это баллада. Да. Кстати, в этом коротеньком стихотворении весь мой день. Весь твой день. Тот день, который я прожила с этой карточкой. Да, слушай, Таня отжигает. Таня просто отжигает. Молодец. Ну, вот у нас между, значит, Тотелой и вот этой. Так, значит, дальше у нас есть Владимир Зазулич. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. Как любил бы я тебя, была бы безлимитная. Дал бы мест в портмоне. Пахла бы ты кожей. Ну, а я б ходил везде с довольную рожей. Это хорошо. Это народное. Это народное. Знаешь, вот это вот сидит милый на крыльце с выражением на лице. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. Понимаешь? Это вот стиль народный. Очень молодец. Молодец. Значит, давай сначала. Ой, ты, карточка моя, карточка кредитная. А картинка на тебе, тип-то элитная. Как хочу тебя иметь, такую желанную. А могу пока иметь лишь карту безымянную. Супер. Ну. А спеть могли бы? Я? Легко. Но это длинная песня. Ну, вот нет, просто хотя бы. Давайте про рожу. Да. Все, все. Дал бы мест в портмоне. Пахла бы ты кожей. Ну, а я б ходил везде с довольную рожей. Супер. Хай-фай. И. Да. У нас чистушки все очень приличные. Знаешь, я ждал такого, типа, там. Ну, такого я и не стал. Знаешь, там, это. Такого совсем уж. Нет, нет. Ничего такого не было, там. Типа сидят бабы под забором за веселым разговором. Проф Петров такой нахал. Ни одну уж отмахал. То есть, такого нет. Такого нет. Такого нет. У нас все очень прилично. И, типа, ты элитная. Ну, что делать-то будем? Смотри, у нас получается вот Таня Дудчук. И Владимир Зазорич. И так. Володимир. Ну, мы имеем, с одной стороны, балладу. С другой стороны, мы имеем народное такое... Ядреное. Ядреное. Вот ядреное. Да, значит, вот тут у нас... Ну, я думаю, вы хоть... Ты выбираешь, давай. Нет, вы говорили, что я буду выбирать, но я думаю, вы раз зачитали, так вы и выбирайте. Слушай, так нельзя. Почему? Потому что меня обвиняют в предвзятости. Нет, ну а почему? Вы вообще не знаете, кто эти люди? Нет. В какой предвзятости? Здесь даже нет людей, которые... Мы с тобой знаем, мы с тобой знаем, что мы не знаем. А там люди скажут... Нет, ну вы здесь даже не знаете этих ников. Потому что они, по-моему, с моего канала, не с вашим. Ну, давай, если в конце концов. Поэтому я буду предвзята. Давай так. Если уже так, то... Так у нас есть два флага. В общем, мы два флага не дадим. Ну да, можно. У нас есть два флага. Даем два флага. Хорошо, флаг отправляется... Володимир. Драм, драм. Мне не почему постучать себе. Ну, ну, по голове... По голове стучи, не надо тут стучать. По деревянному. По тебе? Ну, мне... Нет. Давай. Тихонечко. Нет, сейчас. Подожди. Флаг отправляется. Володимир Задулевич. Второй флаг отправляется. Бум. Господа, значит, получите американский флаг и используйте его по назначению. Какое назначение американского флага? Я думаю, на стену повесить. Нет? Ну, многие... Ну, просто, я думаю, это как элемент того, чтобы радоваться жизни. Ну, можно просто где-нибудь хранить в ящичке. И знать, что сам Михаил Бортно послал вам флаг. Может, мы фломастером там, ты подпишешь, я подпишу. Подпишем. Можем, тогда придется распаковать его. Хорошо. Потому что так он запакован. Мы распакуем и подпишем фломастером. А удобно на американском флаге? А мы на заднем фоне. Знаешь, что тогда сделаем? Тогда я напишу. Я тогда напишу Абрам Линкольн, а ты напишешь Джордж Вашингтон. Нет, я буду... Если бы ты была сейчас в Рыбинске и работала бы в том баре, где ты работала. В баре. Помнишь, в баре работала? Ну. Ну, ты бы могла день в баре повесить флаг? Или ты не политкорректно? Да тогда как-то они не говорили ничего некорректно или корректно. А могла бы дома с балкона вывесить? Никогда. А Российской Федерации флаг можешь с балкона? Я и в Америке живу, никогда американские флаги не вывешиваю. А на доме у вас нет на доме флага? Нет. Я считаю, это как-то глупо и лишнее. А виднить вы их так? А еще спроси, а может, я на машине еду, и у меня тоже флаг торчит. Винни, это как с флагом в Винни? Никак. Как, у него нет чего-то? Нет. А я с 11 сентября, вот как вот это все приключилось, так я... У меня на доме был флаг, но он потом истребался. Мы как-то это все в сердце переживаем, как бы, флаги нам. Ну, я до этого стеснялся, я думаю, ну что, я иммигрант, там, буду флаг вешать. А потом, я думаю, иммигрант, не иммигрант, мы все вот, мы все вместе. Против, там, с добром против зла. Поэтому я с тех пор к флагу отношусь уже совсем по-свойски. Так, кстати, у меня нет какого-то тормоза в том, чтобы там его повесить и все. Надо будет к дому приделать. У меня на даче, кстати, приделалось. В смысле, поставили мы этот крепеж, и нет, что его ветром забрасывать на крышу. Я подумал, это нехорошо в отношении флага. И пока снял. Ну что, поздравляю. Владимир Зазулич и Таня Дудчук. Народ, вы напишите мне в личку ваши координаты, как вам посылочку прислать. Да, вот там, значит, можете по-русски, потому что если к вам посылка туда идет, то чтобы ваш почтальон не перепутал. Вот, а мы уже там страну и все остальное подпишем, так чтобы отсюда туда долетело. Все, машем ручкой. Все, до свидания. Давай. Спасибо вам за ваши тестушки. Ручкой давай. Так вот, все. Держи. Субтитры сделал DimaTorzok